Уважаемые зрители, в прямом эфире Ромж ТВ и с вами в студии Даниил Романюк. И сегодня в нашу передачу мы пригласили нашего эксперта Андрея Бугакова и порассуждаем на тему Института семьи в России. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Да, добрый день, Даниил, добрый день. Точнее, наверное, доброе время суток, зрители. Да, действительно, время суток разное. Нас смотрят в разных городах нашего Отечества. Ну, конкретно в Москве уже вечер. Андрей Анатольевич, у нас собрались некоторые вопросы на тему Института семьи в России. И вот начну сразу с первого вопроса. Какие проблемы с Институтом семьи сегодня в России? Ну, в принципе-то никаких, так как самого Института семьи у нас фактически нет. Лет уже так 30. Началось именно уничтожение Института семьи еще во времена Брежнева. А в 1991 году с потерей суверенитета он, собственно, был полностью уничтожен. Началось с того, что было ратифицировано международное право в части прав человека. Был принят закон, точнее не закон, а тезис, как свобода совести, где каждый человек, как атомизированный субъект, получал права на отдельную самостоятельную совесть от остального общества. А когда, соответственно, она у каждого своя, то нет и общей морали. То есть государство перестало рассматривать семью с точки зрения права в целом. А стало рассматривать отдельно каждого субъекта семьи. Потом, соответственно, начали отдельно защищать права женщин, потом отдельно права ребенка. И в результате чего появилась, кстати, юридическая юстиция. А теперь еще и защищают права ЛГБТ сообщества, чтобы семья была окончательно уничтожена. Андрей Анатольевич, а вот как раньше было? Я читал, что в Российской империи нормы в семье было иметь более 10 детей. Вот где не было, наверное, проблем с демографией. Ну да. Во времена Российской империи у нас была самая большая численность населения и самая лучшая демография, поскольку институт семьи был основой государства. Тогда рассматривалась семья, то есть семья целиком, а не ее участники, да, этой семьи. Институт семьи тогда контролировала религия. Православная религия была государственной. И в ее идеологическом содержании, собственно, и был институт семьи, который давал права самой семье как цельной ячейки. Не раздельно каждому члену семьи, а в целом, кстати, с жесткой иерархией. Что имею в виду? Это то, что был патриархат, сама держалась на семья, сама держалась на воле мужчины, который обладал полнотой права. Он был добытчиком, защитником, ну и, собственно, главой семьи. Вот с точки зрения культурных традиций и с точки зрения природы, это самый правильный путь, самая правильная модель построения семьи. Ну, что ж, во время царской России рождаемость была, конечно, высокой, но и смертность была высокой. А вот в СССР как дела обстояли? В советское время государственная идеология изменила институт семьи в угоду собственного развития для построения коммунистического общества. И это, конечно, ударило по демографии, но не так сильно. За счет бесплатной медицины, за счет высоких социальных гарантий смертность была значительно уменьшена, чем во времена как раз монархии, поскольку государство заботилось о здоровье нации. За счет этого, соответственно, рост и демографический продолжался. Конечно, не такими рекордными темпами, как при монархии, но все равно этот рост был довольно-таки значительным. Стоит, кстати, отметить, что была попытка уничтожения семейного института большевиками, но Сталин ее тогда пресек. То есть он убрал все, что они ввели, и вернул построение семьи на традиционные принципы. Ну и в конце Советского Союза семейный институт тоже начал разрушаться, когда как раз классическая семья начинала изменять свое правовое отношение. То есть вычленятся права отдельных участников семьи из, собственно, самой семьи. Ну, что я уже неоднократно подчеркнул. Да, спасибо, Андрей Анатольевич. Такой вопрос. Какая должна быть в таком случае семья сейчас в России, которая сможет вывести Россию в мировые лидеры? Ну, на самом деле, этот вопрос, на него легко, на самом деле, дать ответ, если посмотреть на наши традиции и вокруг, на природу. То есть, во-первых, союз мужчин и женщин на добровольных началах. То есть это обязательно мужчина, это обязательно женщина и обязательно на добровольных началах. Ровно таким образом как раз природа и задумана. Иначе просто, ну, невозможно продолжить род, дать потомство. И вообще ставить под сомнение такой факт, да, я считаю лично неуместным. И навязывание нам западных ценностей в виде, там, ЛГБТ-семей, да, в нашу культуру, я считаю это просто губительно. А следовательно, такие попытки нужно пресекать. Во-вторых, главой семьи обязательно должен быть мужчина. И это тоже не просто так, это тоже продиктовано природой. Вот если посмотреть в дикую природу, то для подавляющего большинства животных на планете как раз характерен патриархат. То есть это природный инструмент. Мужчина должен быть главой семьи. Он принимает, соответственно, решения за всю свою семью, защищает ее, несет ответственность за свои действия перед своей семьей и, соответственно, перед государством тоже. Ну и, опять же, опираясь на историю, именно в традиционной семье демография самая высокая. Причем в любом народе, в любое время и при любой идеологии или религии. Значит, нужно именно пользоваться таким опытом. Использовать его. В-третьих, обязательным условием создания семьи должно быть стремление к рождению, социализации и воспитанию детей. Это основная функция, главная, с точки зрения продолжения рода самой семьи, так и с точки зрения устойчивости государства, то есть повышения рождаемости. То есть в этом заинтересована как сама семья, так и государство в целом. Чтобы, соответственно, население росло, в среднем в семье должно быть от трех и более детей. То есть тут простая математика. Если два человека создали семью и произвели на свет потомство в количестве одного человека, одного ребенка, то демография снижается более чем в два раза. Так как из двух человек образовался новый только один. А если родилось два ребенка, то демография стоит на одном месте. Или снижается за счет каких-либо... То есть за счет неприродной смертности. Как раз в случае каких-нибудь эпидемий, войн и прочего. Ну и если в семье рождается от трех и более детей, то как раз демография будет расти. Так, ну и какой там у нас по счету... В-четвертых, семья это не просто ячейка общества. Семья это помимо основной своей функции продолжения рода, еще и занимается воспитанием, социализацией подрастающего поколения, трансляции ценностей, экономически поддерживает несовершеннолетних и нетрудоспособных. И поддерживает физическое здоровье и уход за нетрудоспособными. Вот такие вот функции семьи, да. И вот такой вот должна быть семья для эффективного роста всего государства. Андрей, вот такой вопрос скажите, что касается правовой стороны вопроса. Должно ли государство охранять институт семьи и как оно вообще должно это делать? Ну, семья это есть основа государства. Не будет семьи, не будет и государства. Это простая формула. И государство должно рассматривать семью как единый неделимый правосубъект. Это вот если использовать именно юридические термины. Что такое правосубъектность, можно посмотреть предыдущие эфиры. Мы это очень подробно разбирали, по-моему, даже в двух эфирах. То есть можно даже ссылочки приложить. То есть проблема одного человека, одного члена семьи, это проблема для всей семьи. Так же, в принципе, и для государства. Нельзя рассматривать права каждого члена семьи отдельно от семьи в целом. Это ведет только как раз к уничтожению института семьи, что, в принципе, мы сейчас и наблюдаем. Государство должно создавать такие условия в стране, которые будут вообще исключать разводы в семьях. Я не говорю о том, чтобы запретить разводиться. Нет, конечно. Но нужно воспитывать будущих членов семьи в другой парадигме. Это должна быть парадигма взаимоуважения, любви, верности. Чтобы не возникало даже каких-либо причин для развода. Что еще государство должно? Государство должно обеспечивать экономическую безопасность семье. То есть, выплаты, пособия, пенсии. Все это помогает чувствовать уверенность в завтрашнем дне и стимулирует как раз создание новых семей. Вот, например, сейчас модно жить в гражданском браке. Молодые люди не хотят брать на себя ответственность семейных обязательств. И, соответственно, живут вместе, не регистрируя свои отношения официально. Это как раз и есть следствие разрушения института семьи. А вот представьте, например, что будет, если государство, к примеру, каждой новой семье будет давать жилплощадь. Бесплатно. Я не предлагаю это ввести бездумно. Нужно, конечно же, все просчитать, продумать. Но вообще такой инструмент сократил бы количество гражданских браков до минимума. И стимулировал бы создание новых семей. На семье в целом держится благополучие всего государства. Поэтому государство должно охранять институт семьи и пресекать, соответственно, все попытки его разрушения. Ну, ваше предложение, как минимум, выглядит привлекательно предоставлять жилплощадь. И очевидно, что это, наверное, стоит рассмотреть в нашей Госдуме. Ну, опять же, в условиях капиталистической идеологии все это будет не настолько эффективно, если так вот сказать, чтобы никого не обидеть. Низкоэффективно это будет в любом случае. Только при переходе на социалистическую модель построения государства как раз можно будет взять весь экономический потенциал страны и направить его на развитие общества, на развитие каждого человека и на развитие государства в целом. Спасибо, Андрей Анатольевич. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я думаю, теперь многое прояснилось и для наших зрителей стало более ясно. Спасибо, Андрей Анатольевич. Мы прощаемся с вами. Уважаемые зрители, спасибо, что были с нами. Я напомню, у нас сегодня в эфире был Андрей Анатольевич Бугаков и мы обсудили вопрос Института семьи в России. С вами был Данил Романюк. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...